В этом видео мы продолжим изучать основы объектно-ориентированного программирования, поговорим о синтаксисе C-Sharp, основных правилах оформления программ, а также коснемся некоторых рекомендаций по оформлению проекта Unity. Перейдем сразу в Unity и начнем работать. В предыдущем видео мы сделали скрипт, разобрались с функциями Start и Update, но при этом мы не сохранили сцену, мы работали с геймо-объектом, с игровым объектом Камера и удалили компонент со скриптом FirstScript, а добавили компонент со скриптом Control. Поэтому сцену нам необходимо сохранить. И это видно вот в последних версиях Unity, сделали в окне иерархии, такой раскрывающийся список с именем сцены. У нас сцена имеет имя 1, и также здесь тоже написано, что это у нас сцена с именем 1. И это все находится в проекте, который называется Lesson 1 FirstScript. И в конце стоит тоже значок звездочка. Значок звездочка – это традиционное обозначение несохраненного чего-то, в данном случае несохраненной сцены. Для того, чтобы ее сохранить, мы можем использовать комбинацию Control-S или пункт меню File – Save. Вот теперь мы ее сохранили. Прежде чем вернуться к скриптингу, давай немножко наведем порядок в нашем проекте, хоть у нас ассетов и не так уж много, всего лишь одна сцена и два скрипта, причем, в принципе, вот этот скрипт нам по большому счету не нужен. Мы его можем, в принципе, и удалить. Давай так и сделаем, удалим, чтобы лишних скриптов в проекте не было. И когда создаются проекты, разработчики рекомендуют отдельные виды ассетов размещать по соответствующим папкам. С этого, собственно, и начинают. Папку мы можем создать как отсюда нажать правую кнопку Create Folder, так и здесь в Create Folder, точно так же, как в проводнике Windows, да и, собственно, стандартным образом. И для того, чтобы хранить сцены, мы сделаем папку Synth – Сцены. А для скриптов, соответственно, папку Скрипты. Пусть даже у нас один скрипт, но, еще раз повторю, лучше, когда все аккуратно. И теперь мы можем просто перетащить, зажав левую кнопку мыши, необходимые элементы в соответствующие папки. Вот теперь у меня в папке Сцены наша Сцена и в папке Скриптов наш скрипт. Теперь у нас все в порядке. Еще раз повторю, это определенные такие традиции по оформлению структуры проекта. Ну, а сейчас, для того, чтобы было интереснее, мы создадим новую сцену. И она у нас не имеет имени. И здесь у нас создалась новая камера и новый свет. Это новая сцена, которая выглядит вроде бы точно так же, как первая. Мы там ничего особого не делали. Но отличается тем, что это уже новые объекты на новой сцене. И у объекта Main Camera у нас уже нет компонента скрипт. Мы его сюда не добавляли. Если нам необходимо, чтобы этот скрипт был здесь, напоминаю, нам необходимо его добавить в качестве компонента. Перетащить. Вот теперь компонент скрипт у нас есть опять у этой камеры. Ну и сразу сохраним эту сцену. Сохранить. И сразу в папку Sense мы можем ввести с именем, с цифрой 2, например. Проверяем. Вот у нас теперь две сцены. И мы можем загружать первую, выходя как бы из второй и так далее. Все-таки, наверное, мы создадим сейчас второй скрипт, чтобы иметь представление о том, чем отличаются наши сцены. То есть здесь мы не будем этот компонент использовать. Удалим его. А создадим. Напомню, можно использовать кнопку Add Component, чтобы не забыть, что нам нужно активировать скрипт. И здесь мы сделаем, например, Control 2, то есть управление на втором уровне, на второй сцене. Новый скрипт. Автоматический скрипт попадает, если мы добавляем компонент здесь, в корень папки Assets. Поэтому, наверное, было бы логичнее создавать его прямо здесь, в этой папке. Но не забыть прикрепить к объекту, к игровому объекту. И сейчас мы сделаем даже не так, не на камеру будем цеплять, а создадим пока пустой компонент. И назовем его тоже Control. Для того, чтобы это сделать, мы просто кликаем левой кнопкой мыши по идентификатору и вводим новый. И теперь отсюда мы скрипт удалим. А на камп, объект Control, наш скрипт прикреплен. И сохраним сцену. Теперь приступим к написанию скрипта. Запускаем его в редакторе. И здесь мы не будем использовать функцию Update. Мы уже о ней знаем, пока она нам не нужна, потому что нам необходимо разобраться немного в синтаксисе языка C Sharp и в том, как оформляются программы. Сделаем мы это на очень простом примере, в общем-то достаточно классическом. Мы объявим несколько переменных и выполним их сложением. Язык C Sharp, в отличие, допустим, от Scratch, строго типизированный язык. И в нем есть определенное количество типов, которые мы можем объявлять. Мы объявим целый тип. Для этого используется ключевое слово Int. И зададим переменную A, аналогично переменную B. И в качестве суммы у нас будет переменная Sum. Итак, для описания переменных нам нужны синтаксически следующие вещи. Нам нужно знать ключевое слово, которое обозначает тип переменной. Далее мы пишем имя переменной. Правила именования переменных таковы, что первая буква должна быть обязательно латинской. Это должно быть целое слово. Нельзя использовать никаких лишних пробелов, знаков припинания. Можно, в принципе, использовать знак нижнего подчеркивания. К примеру, мы можем написать number A. Вот так вот, первое число. Если мы напишем, допустим, переменная Int A и напишем переменная Int A большой буквой, это две разные переменные. То есть регистр имеет значение. И когда мы оформляем код программы, то то, что внутри фигурных скобок, вот, допустим, мы все это делаем, внутри класса Ctrl 2, и внутри все идет со смещением. Смещение знак табуляции. Лучше всего как раз нажимать знак табуляции. Но редактор устроен так, что когда мы нажимаем клавишу Enter, сразу этот отступ выполняется. Чтобы удалить лишние строки, удобнее всего поставить курсор в конец строки и нажать Delete. Ну, вот мне больше нравится, когда есть пустая строка после заголовка. Так как-то вроде бы аккуратнее. Вот это лишнее я сейчас удалю. Ну, и для того, чтобы было единообразие, например, здесь напишу Number B. То есть число А, число Б и сумма. Теперь понятно, как это все дело вычислять. Достаточно простая программа. Можно написать сумма равно... И мы видим, что нам подсказчик уже дает соответствующие идентификаторы. И не ошибешься. Плюс Number. Достаточно ввести две буквы, потому что одной в данном случае недостаточно. А вот дву достаточно. Плюс Number B. То есть вот мы вычислили. Но для того, чтобы здесь же в этом уроке сразу освоить создание функций пользовательских методов, мы сделаем функцию, которая будет возвращать значение суммы. То есть мы вот это вычисление будем выполнять функции. Для того, чтобы отписать функцию, я уже говорила, мы пишем сначала возвращаемый тип. Здесь мы будем возвращать целое значение. Затем мы пишем имя функции. Оно будет у нас отличаться от имени переменной сам. С большой буквы, как правило, имена функции пишут. Потом мы пишем две круглые скобки и две фигурные скобки. Как правило, так удобнее для того, чтобы не забыть закрыть. Дальше в конце строки ставим Enter. И вот у нас вторая табуляция появилась. Второй отступ. И у нас эта функция будет принимать в качестве параметров два значения, два числа. Здесь мы можем написать любые буквы либо те же идентификаторы, но это уже будут другие совсем параметры, которые будет получать эта функция. И вот эти вычисления мы будем выполнять не здесь, вырежем это, а вот здесь. И поскольку нам нужно вернуть значение суммы, мы напишем ключевое слово return. Вернуть. Вернуть сумму чисел A и B, но не number A плюс number B, а те пишем идентификаторы, которые у нас в качестве параметров. Вот так. А здесь мы будем вызывать эту функцию, пишем sum и в круглых скобках наши переменные number A, и number B. Сейчас для того, чтобы проверить, правильно ли работает у нас все. Во-первых, мы видим, что у нас нет нигде никаких подчеркиваний красным цветом. Если, например, я что-то напишу, не допишу, вот я что-то написала, нет точки запятой в конце, в конце каждой строчки. У нас обязательно должна быть точка запятой. Вот что-то я написала, и здесь у меня под фигурной скобкой волнистая красная линия. Это значит, что у меня допущена синтаксическая ошибка. Я должна ее исправить. Сейчас я ее исправила. Ну и для отладки мы напишем debug log и выведем значение суммы в консоль. Ну давай проверим. Сохраняем обязательно, смотрим, чтобы здесь был крестик, а не кружочек. Переходим в Unity, открываем консоль. В принципе, мы здесь увидим сообщение. и запускаем. Вот у нас значение 0. Почему? Потому что мы объявили переменные number A и number B, но не задали их начальные значения, не инициализировали. И это можно сделать двумя способами. Либо в процессе объявления, допустим, здесь я могу написать начальное значение переменной, либо внутри, в данном случае, функции старт, к примеру, number B, я напишу здесь. Значение инициализирую, задам начальное. Вот так. Сохраняем. Останавливаем, запускаем заново и получаем результат 31. И это правильно, потому что 10 плюс 21 будет равно 31. Но программа слишком простая. Сейчас для того, чтобы можно было сделать ее более развитой, мы используем еще дополнительные возможности Unity, Unity UI, так называемые. Мы добавим новый GameObject под названием UI и Text. Рептом у нас создается на самом деле целых три объекта, но один называется Canvas. Мы о UI будем говорить позже. Сейчас нам важно просто вывести значение сюда на сцену. Понятно, что это у нас в принципе 2D, поэтому можно здесь выбрать 2D. И если мы кликнем двойным щелчком, вот мы попадаем сюда в этот компонент, в этот объект, который называется Text. Это элемент пользовательского интерфейса. Аббревиатура UI означает User Interface, пользовательский интерфейс. И для того, чтобы наш результат появился здесь, нам нужно выполнить определенные действия. Сейчас мы это сделаем. Сначала мы в скрипте должны указать, что мы будем использовать библиотеку UI. Эта библиотека содержит методы для работы с элементами пользовательского интерфейса. Для этого используется инструкция Using. Пока просто делаем вслед за мной. Unity Engine и пишем точка UI. Это так называемое пространство имен и соответствующая библиотека или целый класс UI. Мы потом посмотрим документацию. Теперь Unity будет знать, что мы будем работать с элементами пользовательского интерфейса. Затем нам необходимо описать элемент текст. Так и напишем текст. Что эта инструкция означает? Это означает то, что мы будем добираться до этого компонента текст. У него тип текст и у него есть компонент, который называется текст. Для того, чтобы до этого объекта добраться, мы сейчас делаем вот эту переменную публичной. То есть допишем еще модификатор доступа паблик. Когда мы пишем здесь паблик, сохраним сейчас скрипт, у нас в Unity появляется в компоненте, к которому прикреплен скрипт, соответствующий параметр текст. вот мы его описали, здесь написали паблик и здесь он у нас появился. Если мы паблик уберем, сохраним и перейдем опять в Unity, сейчас обновится, вот он пропал, его нет, мы не можем к нему добраться. Поэтому делаем паблик. В принципе, разработчики Unity в своей документации пишут, что использование таких публичных переменных достаточно удобно. Хотя мы будем некоторые вещи делать программно. Итак, я сделала паблик, вот он появился, и теперь, чтобы этот компонент текст был виден этому объекту, мы его берем и перетаскиваем вот сюда. Вот так. Вот у нас этот объект теперь здесь, и мы можем его свойства текст заполнять. Здесь написано new text, а мы запишем сюда с помощью скрипта вслед за debug log мы напишем текст точка текст равно и нам нужно вывести значение суммы. Но еще после этого мы должны написать точку и использовать метод, который преобразует наше числовое значение целое строку, потому что текстовое поле вот это это строка. Мы должны обязательно это писать, если хотим вывести. Вот таким вот образом объявили объект текст, добрались до его свойства текст и в него внесли значение переменной сам, преобразовав его к строковому типу. Сохраняем скрипт, запускаем и видим, что у нас вывелось 31. На этом я пока это видео закончу, для того, чтобы у тебя была возможность написать этот скрипт. Желаю успехов!